Лоскутные картины, украшения из бисера, вязаные куклы и другие предметы, созданные талантливыми копейчанами, стали экспонатами выставки «Рукотворное чудо». Она открылась 15 сентября в Зале искусств в городской библиотеке. «Рукотворное чудо» – традиционное мероприятие. Выставка открывается в библиотеке каждую осень уже на протяжении 9 лет. Своим творчеством на ней делятся обычные копейчане, у которых есть какое-нибудь необычное хобби. Например, постоянная участница «Рукодельного чуда» Светлана Бердеева работает в детском саду, а в свободное время создает картины и панно в разных техниках. В этом году на выставке представлено 7 ее работ. Большая часть из них выполнена из соленого теста. «Я вообще очень люблю соленое тесто и уже работаю с ним 10 лет. И очень люблю картины делать из соленого теста, которые я потом дарю своим знакомым, друзьям. Я разные придумываю картины. Вот здесь у меня натюрморт с фруктами, потом деревенские мотивы, там, где скоромыслом бежит мама с дочкой, потом лейся песня, бабушка с дедушкой поют песню, март, коты на крыше». Еще одна участница выставки – Вера Калмыкова. Эта рукодельница также уже на протяжении нескольких лет представляет свои работы в библиотеке. За свою практику Копейчанка пробовала многие виды творчества. В этот раз, например, она принесла на выставку самодельные игольницы. Этот, казалось бы, обычный предмет вдохновил Веру Александровну на сочинение стихотворения. «Всем людям известно, иглы в доме нужны, шить ли новое платье или что под штаны. Если люди иголки хранить не умеют, их растеряв, проблемы имеют. Поскольку сейчас рукодельные материалы сильно подорожали, я стараюсь сделать из ничего что-то. Допустим, у меня все идет в ход. Крышечки от соков, баночки из-под кремов, из-под зубного порошка». Всего в этом году в «Рукотворном чуде» участвует 68 мастериц. На выставку они принесли целых 400 работ. Рассмотреть их в мельчайших деталях можно совершенно бесплатно. Выставка открыта в часы работы библиотеки.